Второй блог у нас сегодня уникальный гость впервые на открытом канале настоящие европейцы у нас сегодня прекрасные дамы Люси Ле Флок и Манон Милишер. Вы представляете у нас организацию Alliance Francaise. Для начала мне бы интересно было что же это такое? Для чего создали? Отвечайте кто угодно. Ну Alliance Francaise это французский центр который существует уже 10 лет в Саратове но мы преподаем французский язык с 3 лет до 103 или больше и мы организуем культурные мероприятия это наш большой плюс можно сказать вот и мы как зеркало французской культуре сейчас проходят дни франкофонии в Саратове и интересует что это за мероприятие для чего и может быть программа какая-то специальная или это просто Может быть можно объяснить что такое франкофония уже? Давайте Можно сказать про французский? Да, да, да. Ну а уже начальник франкофонии это было 20 марта. Это был 20 марта Международный день франкофонии. И это было бы возможность праздновать это время. Это может происходить в десятки дней. Мы можем организовать свободно много событий в связи с французским языком. Что важно на этот момент это показать что французский язык не только касается Французского языка, а франкофония страна, что мы не только во Франции говорим по-французски, а в многих странах в мире. Насколько я понимаю, в Франкофонии есть еще такое понятие как международная организация? Да, есть тоже международная организация Франкофония. Франкофония? Ну, это организация, которая собирала все страны, где говорят по-французски. Так что это не только страны, где официально, как французский, как официальный язык, а где просто там люди, которые говорят по-французски, как Россия, кстати. Ну да, есть еще количество русскоязычных стран. Давайте тогда определимся, что же у нас в эти дни-то будет происходить. Вот у нас, мы открыли дни франкофония 19 марта с событием «Гуды Франс», значит «Вкусы Франции». Это был день, мы организовали это в Саратове, везде в Саратове, в разных местах. Это был день посвящен французской гастрономии. И вот у нас разные партнеры, друзья организовали события. Вот у нас был партнер как «Ашан», магазин «Четыре сыр», кофейный кофе «Шоколад», еще двойной клуб «Дружба», ресторан «Одесса», еще колледж аграрного университета. Они организовали мероприятие, посвященное гастрономизм Франции и гастрономическому туризму. Это было везде в мире, а в Саратове это было первое, это было очень здорово, у нас было много участников. Это было 12 марта. То есть были блюда французской кухни, правильно? Да, и не только кухня, а вообще гастрономия. Так что служба в ресторане, слова, которые мы используем специально в лекции гастрономии, и много всего. Это было очень интересно. И мы открыли так, потому что мы знаем, что в Саратове много гурманов, и вот решили открываться в Франкофоне с гастрономией. Это было здорово. И следующий день, 20 марта, как мама рассказала, это был международный день в Франкофоне, и мы организовали большой круглый стол в Франкофоне в Саратове. Это было в областной библиотеке. Мы пригласили представителей Франкофонных стран, на самом деле они очень много в Саратове, мы сами удивились, что столько людей говорят по-французски в Саратове. Мы позвонили университету, знали, у них много студентов из Франкофонных стран, и из тех, которые ответили, у нас было Марокко, Тюнис, Камерун и Альгир. И Альгир, и у нас тоже человек из Тюниса, Бенна, он представил страну Ливана тоже, где там 50% людей говорят тоже по-французски. Это было очень здорово. Мы думали, что это будет около 2 часа, и это было всего 4 часа. Люди между собой дружились, даже вот ребята из Тюниса нам готовили очень вкусный кускус. Так что идея этого круглого стола, это было показать свою страну, нам объяснить статус французского языка в стране, как они используют, как они попали в Саратов, как они чувствуют себя здесь. Это было очень интересно, мы очень рады, что у нас было такое мероприятие. Это тоже для нас возможность начать встречи более регулярно с студентами и организовать встречи в Аттене. Да, и для нас это хороший повод, чтобы потом дальше организовать другие мероприятия с студентами, с представителями французских стран, чтобы открыть больше еще наши, ну, конечно, как можно сказать, дружеские... Круг друзей. Круг, да, друзей. Спасибо. На этой неделе кино, да, вы показываете? Да, да. У нас еще 22 марта у нас было спектакля. Для детей. Спектакль, да, для детей с 8 лет. Истории для маленьких ножек и больших ущей, это было тоже в образцовой библиотеке. И у нас было много лет. Два художники. Они, французские художники. Они, 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 мы, они, 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 толканы по России. Они ездят по России и вот є Independent. Да, это французская ассоциация Дебитковos с Брюно Милишери по Триквази. Они сделали тур по России через Казан, Самары. И сегодня они, наверное, приезжают в Ростов-на-Дону. Это был замечательный спектакль. Сказки, французские сказки с музыкой. И дети там тоже танцевали. Из Британии. Из Британии, да. Ребята из Британии. И на этой неделе у нас начинается неделя франкофонового кино. Так что с 23 марта по 27. Вчера у нас был потрясающий фильм Айады Юпонго. Это был фильм Из Кот-дивоар. Так что тоже Мейр хотел показать фильм на французском языке, но не только из Франции. И это был мультик для детей, это было 12+, но только для взрослых. И рассказал так, 70-х годов в Африке, как все происходит, в семье, отношение к отцу. Но это было очень интересно. Может быть, мы еще будем показать этот фильм. Потому он был очень забавный, очень красивый фильм. И сегодня неделя франкофонового кино проходит в Доме кино. Каждый день, каждый вечер у нас всего будет 5 комедий. Мы решили, что не франкофон, это же праздник. И мы хотели, чтобы все смеялись. И мы решили, мы выбрали такие при поддержке французского института в Париже и в Москве. Нам дали возможность показать фильм, который еще не показыван в России. И почти все фильмы, которые будут в Доме кино, они впервые в Саратове. И сегодня вечером будет фильм «Девушка 14 июля». Это комедия из Франции 2013 года. Очень забавный фильм. Я очень рекомендую. Вот у нас разные комедии. У нас социальные комедии, черные комедии. Как еще в Полисе. Комедия такие... Я забыла слово. Ну, как с милицией, как гангстерами. Криминальные. Криминальные комедии. И я для всех очень рекомендую. У нас фильм, который первый показан в России. И тоже культовый фильм. Называется «Дедушки гангстери». Это завтра вечером в 6.30 в Доме кино. Это фильм о 60-х годах. Он просто культовый во Франции. Не только во Франции. В Европе, в Германии, в Италии тоже. Я очень рекомендую этот фильм. Можно я вас прерву ненадолго? Мне просто настолько нравится. Я когда-то учил французский язык. Я немножко понимаю. Говорить практически не могу. Мне все-таки интересно. Вы 5 лет живете в Саратове? Уже 5 лет, да. А вы здесь сколько? Я приехала в июле. В июле? 14 июля. Прекрасно. Для вас Саратов. Как он вас встретил и чем он отличается от Европы? Если честно. Давайте. У вас более, наверное, прям... Первый взгляд? Первые впечатления от Саратова. Да. Мне очень понравилось. Потому что я... Ну, я еще понравился пану... А? Ну, окей. Если сложно, можете говорить тогда. Сейчас до Саратова я уже была несколько месяцев в Курске. И Курске-то разный город. Другой город. И здесь... Вот. Волга. Архитектура. Очень приятнее для меня. Вот. Мне очень понравится ваш город. Рекрасно. А минусы-то все-таки увидели какие-нибудь? Минусы... Грязь. Так. Вот. Грязь и... Все, по-моему. Дороги, дороги. Наши дороги. Да, все говорят так. Дороги, дороги. Но это не самое важное. Важное. Мне кажется, что... Ну... Мне кажется, что... Самое главное в городе это люди. Потому что если люди хорошие, все хорошо. Ну, а мне так кажется. Не знаю. Нет? Как ты думаешь? Да, прекрасно. Скажите, насколько важен вообще обмен культурами? Потому что у нас сейчас в России очень популярное мнение о том, что мы особая нация, которая воспитывалась много-много веков. У нас свой путь, у нас своя культура, и ничего нам не нужно западного и европейского. На ваш взгляд, насколько важен обмен? Знаете, мне кажется, что это всегда, ну, обмена культурная, обмен всегда будет нужней. Я могу говорить, как француженка. Франция, она не может существовать без других стран. Так что мы говорили о гастрономии. Вы просто возьмите французскую кухню, она не может быть, как она есть сейчас, она очень известна в мире, все любят ее, все в восторге. Но без других стран она не может быть, потому что у нас шеф-повара, ну, даже уже три века у нас короли, они путешествуют. И из-за рубежа они берут какие-то специи, какой-то вкус, который дает нам плюс большой. И я люблю Францию за то, что она очень разобразна страна, что у нас она не только, ну, мне кажется, никакой, нет ни одной страны в мире, которая может быть только, как сказать, все страны, они как радуги. В радуге не только один цвет, есть разница там. И Россия, она такая же. Россия, особенно с Францией, у нас такие отношения дружеские, которые не с тиражного дня мы давно дружим. И мне кажется, это очень важно. И сейчас у нас идет какой-то кризис, мы все об этом говорим постоянно. Это не только в России, это тоже во Франции, в Европе, везде. И мне кажется, мы очень нужны друг друга. Наоборот, что это самый идеальный момент, кризис, самый идеальный момент, чтобы, наоборот, надо побольше дружиться и помогать друг другу. И мне кажется, что, ну, если у вас какое-то предприятие хочет развивать свои, не знаю, свои действия в какой-то стране, если она просто придет так и не знает культуру этой страны, это беда. Это не может работать. Вот. И вот так. Я просто считаю, что это очень важно и очень нужно. Мы должны дружиться всегда. Особенно, когда времена тяжелее. А вообще политика, она влияет как-то на организацию каких-то мероприятий? На нашего? Ну, вообще, да. На мент культуры. Вообще, я хочу сказать, что нет. Ну, конечно, есть всегда какие-то... Ну, гастрономия еще у меня, вот этот пример, потому что я вижу на бумажке. Ну, вот недавно появились эти санкции, которые, на наш взгляд, даже с Ману мы считаем, что это вообще... Пффф, это чушь. Но все равно мы это сделили. Все равно русские, они любят, они будут всегда любить французскую кухню. Они хотят знать, что такое. И мы тоже. Вы знаете, политика, она политика. Ну, без политики, конечно, государство, они не существуют без политики. Ну, политика, что это политика? В принципе, если вы берете словарь и смотрите определение политики, это как люди живут вместе, как делать, чтобы люди в обществе жили вместе. Мы не можем не общаться между собой. Мы не можем... Пусть будет санкции, пусть будет такие... Все равно мы будем дружить и будем делать свои мероприятия. У нас все идет хорошо и всегда будет все хорошо, если желание есть. И с желанием у нас есть. Вы очень много про кухню говорите, все-таки... Мы знаем французскую кухню. А для вас, что-то в русской кухне, что-то вы приехали, что-то увидели, были какие-то открытия? Потому что, ну, как у нас водка, пельмени, там, и блины, что-то еще такое. То-то в русский кухне. У нас такое клише, что она простая, простовата, но на самом деле она очень разнообразна тоже и очень вкусна. И что интересно, это что я здесь продолжаю куслить в французском. И то, что интересно, что здесь Саратови продолжает готовить именно французские рецепты, французские блюда. Так что это совершенно возможно, мы можем продолжать куслить в французском с продуктами русского. Ей нравится, что она может продолжать готовить по-своему здесь, в Саратове и угощать всех. Я имел в виду, может быть, для вас какое-то открытие было, какое-то новое блюдо, которое здесь попробовали. Может быть, какой-то необычный вкус просто в нашем месте. Кожи ты куда в России? Именно в Саратове, которое она везет? Ну, в России, не обязательно в Саратове, да, в России. То есть ничего такого, что у вас нет там, правильно? Селедка под шубой. Селедка под шубой. Это я давно уже, ну, первый раз давно была в России, и для меня это было такое открытие, так вкусно. Первый раз, когда мне показала это, я думала, что это десерт, потому что там фиолетовый, там, ну, рисовано с майонезом, и думала, что это сладкие. Я думала, что это такое. И вот подруга, она взяла ложку и так сделала, и вижу, что у меня есть разные слои. Не понимала, что это такое. И когда они мне сказали ингредиенты, что есть сметана, майонез, яйца, это кажется очень тяжело. Я думала, что это не может быть. Для нас, для французов, это шок, когда в одном рецепте есть майонез, сметана. Это не может быть, это очень жирно. Ну, нам кажется, что это нереально. И когда я попробовала, просто... И я до сих пор, это мое любимое блюдо. У меня, может быть, это суп. Медий, например. Медий. А, кушать супы, не вечером, а днем для ману, это культурный шок. И летом тоже. А, и летом тоже. Супы, это странно. А, ну да. Хорошо. У нас очень зимой мы кушаем супы больше всего, да. Ну, у нас кушают всегда, и все. Да, да. И это вкусно. Что-то, может быть, самое сложное, это ритм. У вас нет какой-то графики. А у нас во Франции, вот, у нас как-то завтрак, где-то в 8 часов утра, потом в 12 часов у нас обед, и вечером, ну, в 7-8, зависит от семи, у нас ужин. А у вас беспорядка. Хорошо. Конечно. Мы можем продолжать бесконечно. Я думаю, что нам нужно отдельную программу под это посвятить. Ну да. Пожалуйста. Давайте еще закончим. Что еще нас ждет в Дни Франкофонии? Да. Живи, живи. Так что, вот, на этой неделе это будет кино для всех. Пожалуйста, приходите в Дом кино. У нас 28 марта, у нас будет конкурс орфография. Тоже открытая для всех. Так что, не только для тех, которые сейчас изучат французский, но даже, может быть, изучил раньше. Намекайте на меня. Да, да, можно, приходите. Это абсолютно бесплатно для всех. И есть два уровня. Есть как начинающий и как уже, ну… Поднёмся и пара. Ну, который уже есть опыт французский. Я забыла слово, извините. Да. Сложнее. Вот. И есть для тех, которые уже изучат французский, есть финал, главный финал – это в Париже. Так что это главный приз. Можно потом попробовать выиграться в финал именно в Париже. Ну, для всех будет приз. Это будет в СГУ, в Анфитеатре 208, 12 часов. Так что, пожалуйста, приходи. Можно ещё записать. Да. У нас 29 марта, потому что, как я сказала, мы очень гурманы, мы узнали недавно… Алена с французами знали недавно, что 29 марта – это национальный день сыра во Франции. – Угу. – И мы решили организовать конкурс кулинарии. Потому что в Саратове люди очень хорошо готовят. Очень хорошо. И мы открыли такой конкурс при поддержке магазина «Четыре сыра в Саратове». Такой конкурс для всех. Потому что можно просто готовить блюдо с сыром. И вот. У нас будет жюри. Жюри попробует. И может получить подарки и сертификат. Так что то же самое для всех. Меня всегда интересовало. А есть ли во Франции такой сыр, как вот у нас есть по-российски? А… Что это вообще за сыры? Мне кажется, надо вообще отдельная программа для этого. Потому что можно долго… Если говорить «то кассир» – это много. Это долго. Ну, у нас похоже… Не, разные. Они очень отличаются вообще. Понятно. Вот. Вот этот конкурс будет в кофейне «Кофей шоколад» на Волске. Вот. У нас 2 апреля будет русская-французская встреча «Библиотек». Потому что 2 апреля – это международный день. Детской книги. И «Ману» из города Доля во Франции. Недалеко от Швейцарь, на границе. И мы будем организовать встречи с читателем Саратовской областной библиотеки для детей Пушкина и медиатеке Альбер Камю в городе Доля. Вот. Читатели, они будут встречаться виртуально, будут рассказать про свои любимые авторы, детские. И вот. И они будут разговаривать. Это очень интересно. Да, да, да. И мы надеемся, что потом будет еще Амена. Вот. Это будет первая встреча. Вот. Это 2 апреля в 3.30. У нас, мы открываем каждый год, когда у нас проходит «Дни франкофонии», у нас «Festition». Это фестиваль франкофонной песни. Обычно это открыто только для тех, которые изучают французский. И мы решили в этом году открыто абсолютно для всех. Любой взрослый. В возрасте. Так что у нас будет именно для детей младше, чем 15 лет в 2-м гимназии. Это будет в 3 апреля, в 2 часа. И 5 апреля, это, ну, со 16 лет, в клубе «Машинхэде» в 5 часов. Вот. Так что, если вы поете, любите французский язык, вы можете ее петь. Ну, просто если вы можете просто петь, неважно, не смотря на уровень французского языка, вы можете принимать участие. И у нас будет тоже приз. А главный приз – это петь на празднике музыки, который будет 21 июня в Саратове. Такое музыкальное событие. И играть с французской группой «Junior», которая будет именно вот этот день в июне. Вот. И 6 апреля у нас будет очень-очень интересная встреча с писателем из Гвине «Черно Моненомбл». «Черно Моненомбл». Он очень известный в франковых странах. Он родился в Гвине и где-то около 20 лет он уехал во Францию, потому что в стране была диктатура в сложные времена. И из-за конфликта он уехал во Францию. И он будет об этом рассказать, как он все пережил и рассказать про свои книги. Он писал очень много книг. Это было очень интересно. Это открыто для всех. Будет в областной библиотеке в 4 часа. Кроме этого, у нас еще конкурс для тех, которые изучат французский в 2-м гимназии 7-го и 8-го апреля. Все эти программы у нас на сайте Alliance Francaise есть. Так что у нас один сайт. Могу ли я сказать сайт? Да, можете сказать. Это afrus.ru slash saratov. Это наш сайт. Там вся программа, вся информация. У нас тоже есть в ВКонтакте, в Фейсбуке. Так что вот. Мы находимся на Московской 32. У нас тоже есть отдел в международном, в Ленинском районе. Тоже там преподаем французский. Так что мы всегда открыты. У нас Alliance Francaise это как дома. Так что вы можете просто приходить и пить чай. Спасибо. Обязательно приду. У нас, к сожалению, время кончается. Спасибо огромное, что были. У нас в гостях были представители Alliance Francaise, Люси Лев Лог и Ману Милешер. Спасибо. Спасибо, приходите еще. Я думаю, что мы обязательно поговорим про французский.